девчонки всем всем доброе доброе утро начинаю свой новый влог хочу начать его с того что как обычно до завтрака на завтрак у меня чай вот такой вот кертис там что всякие вот ягодки я еще накупила чая кто смотрел видео про мои покупки магазине fix price на завтрак у меня также вот такая вот штука это хлопья овсяные сорте яблоко клубника несколько яблоко еще какао решила себе запарить воду кушать возможно что-нибудь к чаю еще возьму еще даже не решила может просто попью чай мне потом нужно заказ свой faberlic забрать дел сегодня много по плану уборка готовка закончился мой отпуск теперь у меня вот вот такие вот два выходных суббота воскресенье за которыми нужно успеть сделать абсолютно все и всем кто кушает завтракает приятного аппетита запом у нас прохладненько даже дождик видимо вот был уже такие деревья все почти желтенькие с листочками что еще что еще тут у нас все так же это перышко все говорю парню сетку снять забывает много чего изменилось у нас появились рыбки и вам их позже покажу также покупала себе вчера два джемпера в устье тоже вам фоточки вставлю какие я взяла помыла уже голову волосы у меня практически уже высохли и сейчас по завтракаю и пойду за по великом сегодня дождик прошел золотая осень девчонки всем привет решила немного показаться вам в кадре потому что давно уже не показывалась не знаю чего такая опухшая злохмаченная потому что только что пришла с улицы такие щеки красные потому что там прохладненько но в принципе нормально пошла я забирать свой заказ от фаберлик и так же зашла к своей подружке вот мы с ней попили чайок поболтали у нее там детки маленькие спят вот поэтому чем я займусь сейчас это готовка это уборка времени осталось мало когда молодой человек придет с работы поэтому я сейчас всем быстренько начну заниматься там у меня срач на заднем плане не обращайте внимание я все это уберу тем более завтра я жду в гости своих детишек ну как детишек племянника и забрала я так же вот мой заказ от марки фаберлик но он уже вам будет представлен видео про покупки уходовой косметики за какой-то да определенный месяц ничего не пишите по поводу ковра мне его принесла хозяйка квартиры точнее нам и вот ну какой далее таким как говорится и пользуемся мы как бы как говорится дыряному конюзу бы не смотрим поэтому видео все увидите и ковер кстати очень классный очень мягкий с ним тепло и решила также с вами поделиться моей радостью мы вчера завели рыбок вот такой вот у нас аквариум на 30 литров мы приобрели и сам аквариум и вот это живое растение там вон рыбки такие классные плавают здесь вот сапожок такой вот и там вот у нас отдыхает сомик он у нас кстати не один у него еще есть как друг да вот внизу там еще один все с рыбками хорошо поэтому вот такие вот дела такое вот у нас новое приобретение я очень-очень довольна и рада и тут еще рыбка такая прикольная она прям вообще такая пузатенькая пузатенькая и вот эти вот две красненькие не очень активные и кстати еще я не знаю где она на самом-то деле но эй ты где уилл ты где кстати да девчонки не посчитайте что я там какая-то глупая но я вчера рыбкам дала название что он наш пошарпанный рыбок мы завели 30 два сумика я назвала их том и рон 2 красных рыбки вот эти которые вот эти вот это и вот это вот это вот красное и вот это не успеваю за ней это тэри и дэри это вот пузатенькая рыбка вот это вот это у нас верно ну захотелось мне так там же у нас вон внизу где-то есть где-то есть короче там вон вверху вот она вон вот это вот это у нас сайра большая красная рыбка я еще не знаю наверное торнадо потому что она носится по всему аквариуму и всех их гоняет и и вот это вот вся остальная мелочь вот эти вот они носятся рот как кислотная до розовая зеленая такая салатовенькая и желтая это как тимур и его команда не постоянно носятся и носятся друг за дружкой вот вот такие вот названия я дала рыбкам ну надеюсь вас немного посмешила и так же кого я звала по имени уилл понятное дело что он на имя реагировать не будет а может это вообще и она вот такая вот улитка она вот просто наматывает круги она постоянно по всему аквариуму ползает нам я дали бесплатно вот так вот у нас тут все красиво выглядит вот эта вот рыбка красненькая такая тоже очень милая чем-то она похожа на золотую рыбку только почему-то красного цвета и кстати кстати говоря по поводу рыбок они не будут такими маленькими вот эти вот всякие это как детеныши они будут расти еще то есть там были родители они стоили чуть дороже но вот мы купили детенышей вот это вот 50 рублей какой-то тут сумик по моему по 200 рублей был каждый также вот домик для них взяли и вот так вот различные при бомбас и для аквариума также вот сапожок тоже грунт вот этот вот растение живое они как кушают но с него так и просто как вы дам тоже как для декора для них в общем да дали нам еще пакетик корма корма нужно совсем совсем чуть-чуть чтобы их не перекармливать в общем как-то вот так такая моя радость но не только моя и радость еще и моего молодого человека лёши девчонки ну что же давайте разберем пакет с моими покупками в магазине магнит как всегда на фоне будет работающий холодильник ничего я с этим сделать не могу он постоянно срабатывает в тот момент когда я начинаю снимать видео либо же начинает сверлить сосед сверху когда я начинаю снимать видео но от этого никуда не уйдешь в общем здесь у меня чек также дали одного скрепыша потом покажу кому будет интересно что попалось и что в итоге сколько у нас вообще их какая уже у нас коллекция итак первое что я взяла это огурцы а давайте наверное начнем лучше с яиц вот яйца по марки моя цена куриные куриные цену или десять штук по госту здесь у нас они дата сортировки двадцать второе десятое двадцатая стоили эти яйца сколько они у нас сколько 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 они у нас стоили яйца пятьдесят шесть рублей семьдесят девять кофеек дальше я взяла картошку тут наверное штук шесть или семь ну это для того чтобы сделать оливье я сегодня вот хочу приготовить и картошка у нас обошлась так немножко потерять чеки ага вот картошка восемьсот тридцать шесть грамм за нее я отдала четырнадцать рублей двадцать копеек также по порядку это у нас лук репчатый одну луковицу взяла это мне для подливы надо двести восемь грамм она вышла на три рубля на четырнадцать копеек далее морковь я взяла вот такую мытую двести семьдесят четыре грамма две штучки и обошлись они на анида ну анида морковки в десять рублей четырнадцать копеек мороженое экза малина и манго которое уже растаяло ну ничего положила в морозилку и оно там заморозится стоило оно шестьдесят четыре рубля девяносто девять копеек вот такой сахар рафинированный это у нас какая-то майка марка чайковский для чая и кофе вот такой вот он кубиками здесь пятьсот грамм это я взяла себе на работу здесь у нас тридцать девять рублей девяносто девять копеек его цена вот такие огурцы среднеплодые пупырчатые шестьсот грамм они стоили пятьдесят два рубля девяносто девять копеек здесь у нас вот их три больших штучки ну нам на салатик или так чисто нарезать весь инстаграм уже весь ютуб и все уже рекламы они просто шумят об этой пене пенки для мытья посуды я взяла которая была у нас только вот такая вот она с помпой ультра грин стоила эта пенка семьдесят пять рублей девяносто копеек ну попробую настолько ли она действительно классная надеюсь что мне она понравится я взяла взяла связку бананов такие вот они желтенькие надеюсь что будут вкусные спелые ну и нам покушать и детишки завтра придут в гости тоже покушают бананы у нас вышли на один килограмм восемьдесят два грамма за них я отдала пятьдесят семь рублей тридцать четыре копейки и взяла также две вот таких вот растишки взяла с одинаковыми с одинаковыми вкусами потому что попадаются вот такие какие-то магнитные пазлы алфавиты ну хочу вот на холодильнике собрать полностью коллекцию вот этих вот магнитиков вот детки все равно их растеряют я им уже дарила набор магнитов магнитных магниты ну в общем вы поняли фикс прайсе покупала а тут хочу вот полностью собрать у себя на холодильнике эту коллекцию ну естественно растишку я им отдам вот эти вот магнитики на холодильник себе повешу и будут к нам приходить буду с ними заниматься чтобы как бы не растеряли чтобы вот на виду всегда это все у нас было в общем ну потом может быть и нашим деткам тоже пригодятся лесные ягоды и персик груша здесь два вкуса взяла две упаковочки надеюсь попадутся разные буквы вот такие попадаются буковки как потудина в руках так что у нас что у нас растишка стоил семьдесят три рубля девяносто девять копеек за вот такую вот одну упаковочку здесь у нас шесть штучек но это за счет того что идет в подарок магнит поэтому цена выше которая обычная растишка там с клубникой ванилью абрикосом она стоит по-моему пятьдесят шесть рублей или вот где-то в этом районе но в ней ничего не попадается девчонки ну вот и все мои покупки в магазине магнит чек составил пятьсот двадцать девять рублей тридцать шесть копеек и конечно же вот как уже вам показала вот такой вот скрипыш давайте его откроем посмотрим что попадется в этот раз девчонки ну что ж ура 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 нам попался вот такой вот какой-то чудик новый скрипыш у нас такого еще нет ну вот если вам кому-то либо интересно я могу показать всю коллекцию то есть вот как они попадались нам так я по порядку их и складывала первый был этот второй этот вот можете посмотреть кому интересно вот таких у нас целых три повторки Эльза есть вот такие вот какие-то Симба даже попался вот повторка вот этого мне на работе коллега подарила и вот такой вот сейчас прикреплю сюда будет у нас следующим вот такие вот были покупки девчонки вы не поверите как сильно я запыхалась открыла даже окно в квартире мне душно в общем собиралась только сесть поужинать и вспомнила что точнее поужинать тире пообедать потому что не ела ничего только попила у подруги чай просто ну и ничего не захотела ни шоколадку ни сырники и вот девчонки мне пришлось бежать в пятерку рядом тут с нами потому что я вспомнила что я не взяла колбасу на лиге в общем маска которую нужно как всегда выбросить дальше чек и покажу как бы вам допустующиеся товары которые я приобрела ну как и всегда 5.90 стоит пакет также я взяла такую воду негазированную питьевую вот так вот она называется здесь у нас сколько полтора литра объем стоила на 24 рубля 99 копеек также захотелось попробовать вот такой вот кондиционер это белья ленор думаю что аромат будет приятный тут что-то с Парижем связанное в общем то здесь у нас 900 миллилитров ой 910 стоил он 109 рублей 99 копеек следующее что я взяла уже давно хотела это глейт океанский оазис освежитель воздуха для туалета потому что там насчет другого который у нас был молодой человек очень сильно ругался его бесил этот аромат я в пустых баночках вам об этом расскажу и взяла вот такой океанский оазис у знакомых такой вот стоит в этом месте в туалете пробовала его и вот мне понравился этот запах 79 рублей 99 копеек вот он стоит также хлеб местный производитель Ванта сегодняшний 31 октября стоит он 16 рублей 99 копеек и последнее то зачем я туда все таки пошла это колбаса вот такая классическая вязанка очень нравится мы ее уже несколько раз брали она вкусная 207 рублей 99 копеек она без жира там всякого просто обычная докторская колбаса да и конечно же буду просто я не я если эпично не уроню ничего фух девчонки ну вот и все мои покупки в магазине пятерочка чек составил 445 рублей 85 копеек наконец таки я сейчас бегом поставлю вариться овощи и начну ужинать тиреопедать потому что время уже много скоро молодой человек придет с работы вот и сейчас видела кучу подростков на улице все такие размалеванные разрисованные сегодня же праздник день всех святых хэллоуин или как он называется правильно все такие кровавленные медсестры с кровавленными лицами в общем уже страсть какая я такой фигнё никогда не болела и не болею поэтому да вот такие были покупки сейчас все раскидаю по местам и буду ставить вариться овощи потом покажу вам чем я все таки буду ужинать ну что ж наконец таки я варю овощи и яйца на оливье и теперь самое время поесть так ну что ж показываю вам мой небольшой такой ужин ну может быть и большой для кого-то в общем здесь у меня пюре остатки так же вот моя курочка которая готовила в духовке такая она поджаристая креветки вчерашние надо доесть чуть-чуть мой недопитый чай добью его сейчас с утра еще так же вот такой вот сок тут стол двигаю сок сочная долина яблоко вишня черешня буду им запивать чай не хочу и наверное пару штучек съем вот таких огурчиков дядя Ваня по-берлински так что всем кто ужинает приятного аппетита девчонки ну сварились яйца сварились овощи картошка с морковкой ну это просто капец то ли какая-то картошка не такая у меня первый раз такое что я ее варила наверное минут двадцать и она просто вот вся вот так вот распалась но ничего страшного сейчас она остынет я пока займусь тем что помою посуду вот и после этого когда уже все остынет я это все буду очищать и нарезать вместе с вами конечно же так девчонки ну что ж помыла я часть посуды там еще немножко у меня размораживается у меня уже почти разморозилась куриная грудка помыла немного посуды я уже сказала и вот сейчас буду делать салатик оливье я все уже начистила почистила подготовила все необходимые ингредиенты а также емкость в которой буду все это дело смешивать ну думаю все прекрасно знают этот рецепт я ничего нового вам не скажу кто-то делает с курицей я люблю с обычной колбасой колбасой без жира просто обычной докторской ну и что нам потребуется огурцы соленые соль перец также консервированный гороши господи язык заплетается под конец дня колбаса майонез картошка яйца и морковь все делаю на глаз кому ну кому как вот я делаю немножко нам нужно немного салата как бы так чисто покушать несколько раз поэтому я все делаю на глаз но в данном случае у меня получилось если я не ошибаюсь четыре тогда одна морковка по-моему четыре или а три картошки если не ошибаюсь да четыре яйца одна морковь ну вот банка горошка немного майонеза где-то наверное вот столечко я возьму вот по вот эту вот штучку колбасы наверное огурчика три возьму маринованных вот этих вот огурчики ну и соль перец уже по вкусу так что давайте начнем на москва на москва на москва Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok работы и угощать его